Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Сегодня в рамках нашей программы спецвыпуска «Абонент доступен» мы будем говорить о кино, а точнее о войне, отраженной в кинематографе. У нас на связи режиссер Юрий Карра. Здравствуйте, Юрий Викторович. Добрый день. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите также в WhatsApp 230-6191. Ваш фильм «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. Вспоминали мы сегодня в том числе и в нашем утреннем эфире, наши слушатели помнят и знают его. Это первый ваш фильм, как известно, ваша дипломная работа, которая принесла вам успех. Почему именно эта тема войны была выбрана и повесть Бориса Васильева была отражена вами, вот именно в вашей дипломной работе? Дело в том, что это действительно очень интересная, замечательная повесть. Она только тогда вышла в журнале «Юность» и сразу привлекла в свое внимание не только темой предвоенной, но и это было первое, собственно говоря, произведение, которое выпускалось в это время о временах сталинских репрессий. Но, тем не менее, это действительно, оно посвящено поколению предвоенному, которое прямо со школьной скамьи пошло на войну. Сам Борис Васильев тоже, так сказать, из этого поколения, 24-го года рождения, и он говорил, что его одноклассники, они действительно вот с горячими сердцами, с чистыми помыслами рванулись на войну и были самыми отчаянными, бросались под танки, шли в атаку. И, к сожалению всего, по статистике, их в живых осталось после войны 3%. То есть практически все погибли. Борис Васильев сам был тяжело ранен, поэтому выжил. И это был его долг написать о своих одноклассниках, это было его объяснение в любви своим одноклассникам. И для нас это, собственно говоря, это наши бабушки, дедушки моего поколения и вашего, наверное, уже прабабушки. Хотелось бы рассказать, какими они были, и благодаря им мы, собственно, остались живы, потому что не должно было остаться, к сожалению, на нашей территории живых. Это черная коса фашизма должна была всех, так сказать, и евреев, и славян, и прочие национальности, которые здесь жили, уничтожить. И, собственно говоря, то, что они положились в свои жизни, они дали жизнь нам и нашим детям. Вы, когда снимали свой дипломный фильм, были молодым начинающим, можно сказать, режиссером. Вот как вам удалось найти ту тональность, потому что «Завтра была война», ваша дипломная работа стала фильмом, который уже относят классики кинематографа, классики кинематографа о войне. Вот как вам тогда удалось, что вы тогда чувствовали? Вот как вам, как вы сумели найти эту тональность? Дело в том, что на самом деле это было и наше объяснение в любви этому поколению, с одной стороны. А с другой стороны, еще были живы многие ветераны, и можно было расспросить их о том, как это было на самом деле. То есть мы максимально достоверно хотели воссоздать всю атмосферу. И даже потом вот Ирина Череченко, исполнявшая роль «Искры», рассказывала такой случай. Она была в Германии, и там был фестиваль фильмов. Один из фильмов был сборник документальных кадров из разных стран, что происходило перед Второй мировой войной. Кадры из Англии, Франции, Германии. И когда, говорит, пошел в Советский Союз, я с удивлением увидела себя на экране и Наташу Негоду. И подошла потом к режиссеру и сказала, вы знаете, это все-таки не документальные кадры, это художественный фильм. На что режиссер сказал, вы знаете, мы смотрели массу вашей документалистики. Она такая лакированная, прилизанная. И нам показалось, что настоящая жизнь, которая была тогда предвоенная, как раз в этом фильме. Что, конечно, очень ценно и для нас похвально, что мы действительно бережно отнеслись к этому времени. И что люди так это воспринимают. Но ведь в повести «Завтра была война» именно Есенин был выбран как такой нежелательный коммунистической партии автор. Можно ли этот период, там он еще противопоставляется Маяковскому, насколько я помню, как раз Искра читает стихотворение. А можно ли сказать, что этот период ознаменован в том числе этим противостоянием Маяковского и Есенина? Каким-то таким вот ментальным противостоянием, может быть, в этот момент. Ну, действительно, они по жизни-то соперничали. Причем самое интересное, что вот потом, когда уже в советское время читали у нас там стихи, Маяковский всегда был такой, в общем-то, боец, парадный, а Есенин вроде бы мягкий, нелиричный. Но если послушать пластинки, наоборот, Маяковский бормотал себе под нос, а Есенин именно вот так и читал, как прошла Искра, последние слова, «До свидания, друг мой, до свидания на кладбище» — это именно тональности Есенина. Ну, к фильму не относятся, но, тем не менее, скажу, что тогда же действительно Маяковский боролся за какое-то новое поколение, чтобы вели себя люди прилично, и написал стихи для Москвы. «Народ московский, народ культурный, не плюйте на улицах, а плюйте в урны». На что Есенин ему тут же ответил, «Народ культурный, народ московский, не плюйте в урны, есть Маяковский». Но, конечно, то, что как выстроена сама повесть, действительно, вот Борис Васильев дал Искре, которая живёт зашоренно, абсолютно, как её мать, вот этими цитатами из Сталина. Всё, что в Маяковске был и остаётся нам лучшим поэтом, «СССР – высшее завоевание справедливости» – это всё газетные заголовки. То есть она всё говорит газетными заголовками. И постепенно, через стихи Есенина, через дружбу, через любовь, она начинает оживать, становится живым человеком. И, конечно, вот именно то, что Есенин растапливает её сердце, ну, наверное, это очень здорово. Ну, в своём фильме вы ведь показываете и человеческое, и женское тело. Это тоже своего рода был прорыв для того времени, то есть показать фильм о войне через, в том числе, тело женщины. Ну, во всяком случае, есть такие кадры в вашем фильме. И, как мне кажется, там заложена сильная метафора. Ну, может быть, я ошибаюсь, это моё субъективное восприятие. Вот как вы это видели тогда? Ну, дело в том, что действительно Борис Васильев здесь много говорит о том, что кроме вот этого наносного политического этой оболочки, есть же живые люди. А живые люди совершенно с другими стремлениями, пожеланиями, обычной жизни, любви. И то, что как бы действительно вначале девочка с удивлением узнаёт, увидит, что после лета она округлилась, стала более женственной. В этом огромное проявление человечности, человеческой натуры, весны, расцвета. И вот этот расцвет, к сожалению, действительно, он показал этих ребят, которые в первый раз полюбили, в первый раз столкнулись с несправедливостью, как они боролись. И насколько они были чистые, поэтому действительно вот они и ринулись первыми в бой. Ну, и в них ведь большая надежда на такое светлое будущее, потому что в завершении фильма эта сцена с Леонидом Люберецким, когда школьники приходят его поддержать после того, как он вышел на свободу, пришёл в эту квартиру, где были обыски НКВД. Она ещё хранит в себе эту память. Он знает, что его дочь совершил самоубийство, так как не могла под давлением общества пережить это. И он говорит, что это был тяжёлый год, и школьница тогда обнимает его, говорит, этот год был високосный, следующий будет счастливым. И тогда начался 41-й год, и началась война. Вот, на ваш взгляд, эта надежда в них, она в какой момент начала рушиться в этих молодых людях? Когда началась война, или же, может быть, чуть позже, а может быть, они хранили её на протяжении всего времени и так и не потеряли? Как вы считаете? Ну, наверное, они забыли о приметах таких, которые существовали, что действительно високосный год, он самый тяжёлый, причём нынешний год тоже, как вы знаете, високосный. Но это действительно в народе есть такое поверье, что казьмак косит людей. Многие действительно помирают в этот год, и поэтому он на самом деле тяжёлый. А то, что мы всё равно и вступил в войну, верили, что добро победит зло, и то зло, которое было повержено, оно действительно мировое зло, абсолютная бесчеловечность, уничтожение других людей, было возведено в ранг политики, государственной политики. И то, что вот это повержено, и я надеюсь, никогда это всё-таки не восторжествует, вот такая античеловечная политика, вот, конечно, это всё вот через них прошло. У нас звонок, радиослушатель на линии, так только что был сорвался, я напомню, телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот уместно ли такое выражение, показать войну через тело женщины? Мне кажется, как-то это неуместное такое выражение. Я хотел задать вам такой вопрос. Вот здесь, в Латвии, у нас идёт такая пропаганда, что вот то поколение, которое шло на войну, про которых вы снимали кино, у них интернета не было, они, так сказать, мало представляли вообще, куда они идут и за что они воюют. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Спасибо вам. Ну, хотел бы сказать, что действительно вот такой факт ещё из биографии Бориса Васильева, которого вы знаете тоже, как и писателя замечательного, киносценариста, допустим, фильма «Офицеры» и повести о «Зоре здесь тихие». И вот «Офицеры здесь тихие» он написал вначале на пятерых мальчиков полностью биографии и так далее. Но потом он всё-таки понял, что действительно даже не тело, а именно душа женщины на войне абсолютно неуместна. И то, что, как бы так сказать, он переписал на этих девочек, написал все эти биографии, вот в этом был действительно и вопрос ведущего, я считаю, ну, может быть, немножко не так он сформулировал, но во всяком случае то, то, что действительно вот женщине на войне не место, это абсолютно точно и, конечно, более трогательно, когда она страдает. А то, что нынешнее поколение не всегда всё это понимает, это, конечно, задача и вас, старшего поколения, объяснить, что, в общем-то, всё-таки после войны мы жили достаточно дружно. Я бывал в Латвии, и у меня актёры снимались, и Арни Слицкий, и другие в фильмах, вот «Воры в законе» и в других. И мы очень замечательно сотрудничали. Сейчас они тоже как-то приезжают сюда иногда, но почти не снимаются. Очень жаль, потому что действительно совместно мы могли что-то сделать замечательное. И хотелось бы, чтобы действительно и молодёжь подружилась, и какие-то делала совместные вещи. Потому что, бывая за границей, вот я в Лондоне был, ну, правда, из Эстонии ребята чистили всё это в гостинице. Ну, как-то видно, люди с высшим образованием, и даже неловко, они могли бы себя совершенно по-другому проявить. Ну вот, хотелось бы, чтобы действительно правда и мудрость восторжествовали. Ну вот, вы сказали о том, что нужно о молодёжи в том числе узнавать, и, наверное, люди более старшего поколения должны что-то рассказывать об этом, чтобы молодёжь могла представить такую не черно-белую картинку. Если мы говорим о кинематографе, на котором в том числе и воспитывается молодое поколение, насколько сейчас, на ваш взгляд, современное кино о войне наполнено мифологизацией, насколько избыточно? Ну или, может быть, нет? Как вы считаете? Ну, конечно, тем более, что американское кино во многом побеждает огромными бюджетами, потом бюджетами, которые вот уже потом в рекламе существуют, и мифы, которые они придумывают, в том, что действительно только после вступления США в 1944 году, после высадки, решилась война, как будто уже, так сказать, на границе не стояли наши совместные советские войска с Польшей и с другими, так сказать, союзниками. И, конечно, хотелось бы, чтобы все равно знали правду и понимали, что этот подвиг, он и жертвы, которые были принесены, они не зря. А то, что хотят переписать историю некоторые западные политики в свою пользу, это, конечно, некрасиво, нечестно, и я не думаю, что красит их. И все-таки то, что они ориентируются на свою, может быть, не сильно просвещенную публику, это ладно. А вот, так сказать, нашим, конечно, хотелось бы, чтобы рассказывали правду. Но в основном, конечно, поколение ушло, которое воевало, которое действительно абсолютно делало такие достоверные фильмы, как «В бой идут одни старики» и так далее, когда сами фронтовики и снимали, и снимались, мы уже, так сказать, по их рассказам это делаем. Но я думаю, что и те, кто сейчас делают и должны делать, хотят на эту тему, то они все-таки должны быть абсолютно честными и достоверными. То есть изучать материал, а не пользоваться какими-то американскими клише. Но ведь в российском кинематографе можно заметить как раз такие шаблоны голливудские. Например, фильм «Танк Т-34» «История про героический подвиг танкистов». Она абсолютно в духе голливудских блокбастеров снята. Там, в общем-то, видно даже, что совершенно это нереально и неосуществимо в жизни. Можно вспомнить, кстати, «Сталинград» Бондарчука-младшего, который тоже больше напоминает именно голливудский боевик. Вот как вы относитесь к таким российским работам, которые во многом копируют именно какие-то голливудские стандарты? Ну, я вообще считаю, что кино живет всегда, если в нем есть живая душа, живое сердце. И вот то, что вы вспоминаете, мне очень, конечно, приятно, уже фильму все-таки не один десяток лет, завтра была война, что там наши живые сердца. Можно, понимаете, украсть какой-то прием у Феллини, у Тарантино, у Камерона. Но это действительно просто жалкие копии бездушные. А вот то, что, так сказать, есть живое, оно и есть живое. Могу не по теме рассказать одну историю, если есть время. Я как-то был в первый раз в Италии, и нам показали статую Давида. Но вначале, говорят, там были поломки, то есть как бы крушили статую, и поэтому его перенесли в здание, значит, академии художественной. И когда я сначала увидел копию, а потом вошел, он там живой абсолютно. Вот если поедете, если вы не были, вы увидите, что вот Микеланджело, вот у него была это богом данная способность творить действительно вечные живые вещи. А все копии, которые стоят на улице, хотя меня потом успокаивали, говорят, зато ты можешь сравнить, что вот где истинное искусство, а где неживая копия. То же самое и фильмы. То есть как бы там, где есть живое сердце, они живые. А там, где вы правильно говорите, какие-то комиксы, то ну что делать? Вот комиксы, есть комиксы. Как раз Андрей Кончаловский снял фильм «Грех» о Микеланджело и его жизни. Смотрели его? Я, к сожалению, пока не видел. Ничего не могу сказать. Но, конечно, очень интересный и художник, почему он творил, как творил. Это, я думаю, очень интересно. Ну, а правда о войне, осмыслении войны. Насколько сейчас востребовано в кинематографе? Вот как вы считаете? Ну, к сожалению, востребовано. И у меня дед погиб в 1944 году при форсировании доугавы. Он похоронен сразу под Ригой. И я, если бываю, всегда навещаю, что приятно ухоженные могилы советских бойцов. Ничего не могу сказать. Замечательно. Но когда выходят какие-то штурмовики у вас, вот это как-то коробит. Потому что на самом деле время прошло. Они уже, так сказать, может быть, и осидели, и так далее. Понесли наказание. Но героизировать это, по-моему, совершенно не нужно. То есть это опять вот эту идеологию. И неважно, так сказать, за что они боролись. Главное, что нельзя, чтобы они себя, на мой взгляд, еще причисляли к вот этому злу, который несла фашистская Германия. Абсолютно. И, конечно, нужно все-таки говорить правду. И я тоже считаю, даже и ветеранам не стоит вот в этой форме бравировать. Ну, это, опять же, мой взгляд. Но, тем не менее, я считаю, что вот все-таки оказывается, зло еще не окончательно добито. И оно в душах у кого-то остается. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». У нас сегодня специальный выпуск. Режиссер Юрий Карр был с нами. А я вас поздравляю всех с 75-летием замечательной победы, добра над злом. И давайте все вместе праздновать. Мы вас тоже поздравляем. Да, мы тоже поздравляем вас. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы вышли к нам в прямой эфир. Ну, а мы продолжаем. Да, Александр Кот выходит с нами на прямую связь. Вот только что у нас в первой части нашей программы был Юрий Карра, режиссер фильма «Завтра была война». Мы говорили о том, какое отражение война, Вторая мировая, Великое Отечественное находит в кинематографе. И невольно возникает сравнение между советской традицией, кинематографической в плане освещения войны, и новой, российской. Вот есть ли разница, на ваш взгляд, как вы вообще видите советский период в кинематографии, посвященный войне, и российский уже? Разница, конечно, есть. Потому что советский кинематограф, советские фильмы о войне снимали участники событий практически, свидетели того времени, и поэтому как бы изнутри все, что снимается сейчас, в том числе и то, что снимал я, там, Брестская крепость, Кангой Пикюсин-20, я снимал уже ну, со стороны, как бы давая свою личную оценку тому, что происходило. Меня там не было, я не знаю, что было на самом деле, я знал только факты, опирался на них, и поэтому сейчас мы смотрим на то время со стороны. Советское кино снималось участниками практически событий. Это принципиальная разница. Что для вас лично значит тема войны, тема военного подвига и тема военной трагедии? Для меня важнее, не важнее, а как бы то, что меня волнует, это военная трагедия. К сожалению, происходит так, что только войны рождают героев, только во время войн есть место подвигу. И даже подвиг это ну, это то, что нас может сейчас вдохновлять и так далее, но реально война это трагедия во всех смыслах этого слова. Что мне, что мне, почему я брался за тему войны и почему мне было интересно. Во-первых, это самое главное, я каждый раз пытался понять, а как бы я лично поступил, оказав в Брестской крепости, стал бы трусом, стал бы предателем, стал бы героем, стал бы просто безвестно погиб. Я пытался через свою личную оптику что ли оказаться там, и меня это будоражило. Я до сих пор не нашел ответа, кем бы я был и что бы было со мной, если бы случились события. если каждый человек задумается о каждом там, вот что человек будет думать о сегодняшнем времени в том числе. Тема войны это память, нельзя забывать об этом, и важно не переиначивать историю. Я не знаю правды, предположим, потому что меня там не было. У меня есть генетическая память, ощущение того, как это могло быть. Я, в принципе, уже молодой кинографист, но и воспитан на советской литературе и советских фильмах, главные мои источники стыкновения. И у меня определен взгляд. Я за миф, не странно, потому что реальная война это грязь. Те, кто грязь, образно, это не порванная тельняшка и, значит, криками «Ура!», потому что мне рассказывали, что кричали не «Ура!», а кричали от страха, чтобы заглушить страх. Вот этот крик раздавался. потом это выросло вот в это громкогласное «Ура!». А так это же люди идут на смерть. Вы считаете, что это не нужно показывать? Показывать нужно, потому что нужно помнить. я просто считаю, что важно, это нужно показывать, важно что и как, про что и как, потому что переначивать историю, делать свой такой взгляд не такой, как у всех, скажем, многие режиссеры пытаются перевернуть, вообще с ног на голову все поставить и как бы авторское видение, так сказать. Есть тема, с которой надо подходить очень трепетно. Ну, не потому что... Ну, если фильм о войне исключительно наполнен такими красивыми легендами, это не может быть губительно для картины? Это не может провоцировать, опять же, ну и вот мы говорили с Юрием Каррой о том, что в молодом, возможно, поколении это провоцирует такую мифологизацию, что в дальнейшем вызывает такие лозунги, например, как можем повторить, потому что некоторые думают, что война – это легко. Нет, это удастно. Да, естественно, вы знаете, в советском кинематографе были такие фильмы, которые вдохновляли и которые абсолютно... Женя, Женечка, «Катюша», это мюзикл, «Бой тут не старики», поющую эту самую, там прям от такого фильма, который меня вдохновляет, я верю и не верю. Но там есть финальные кадры, которые просто пробивают до глубины души, и ты не можешь без слез смотреть, когда он, механик, плачет на могиле погибших девушек. да, ну да, и я... это не компьютерная игра, скажем так, но для... об этом надо предупреждать молодое поколение, что это не стрелянки. Ну, я думаю, с другой стороны, игровое кино – это все равно не документальное кино, и место художественного вымыслу, естественно. Потом современное поколение смотрит быстрое кино и смотрит не так, как мы, а делается это кино уже не для нас, а для молодых, и поэтому надо научиться разговаривать на их языке, в том числе. Это должно быть ярко, это должно быть... Ну, чтобы они пошли смотреть как минимум, что это должно быть быстро, это ярко, зрелищно и так далее. Ну, простейший пример – это вот взрывы, да, в американских военных фильмах вот эти взрывы компьютерные, это разлетающийся огонь такой и так далее. Реально огня никакого не было, взлетала черная земля, но это не так эффектно, как если бы были взрывы, как в компьютерных играх. Надо все-таки понимать, для кого мы делаем, если для истории вообще и для самого такого, ну, отрожжения, это я не понимаю, но если мы делаем для 14-15-летних подростков кино, а в кинотеатры ходят от 14 до 23, то все равно надо делать современно. То есть получается, что у Лима Климова и его, на мой взгляд, антивоенного фильма «Иди и смотри», просто не было бы шанса достучаться до современной аудитории, потому что там нет героизма, там много грязи и много боли, и этот фильм вообще невозможно пересмотреть второй раз, мне кажется. Но, вы знаете, этот фильм снят очень красиво, как я страшную вещь скажу, он снят, Голливуд стал снимать потом, так, как снял Климов. И, понимаете, сейчас же заставить нельзя человека привязать, и чтобы он смотрел. Я за то, чтобы были фильмы Т-34, яркие, с танками, с стрелялками в хорошем смысле, чтобы школьники пошли на такое кино, пошли. Там это мощное, это голливудский блокбастер практически. А на Лема Климов сейчас не пойдут просто. Но здесь ведь я говорил с классическими музыкантами, аналогия, которая у меня возникла, когда, например, играют виртуозы Москвы, это одна история, когда Ванесса Мэй играет, или кто-то из тех, кто делает такую стилизацию, это совсем другая история, это как такая жвачка, которую предлагают, и человек после этого уже не пойдет, смотреть, слушать серьезную музыку, потому что ему усилитель вкуса дают, такой облегченный вариант Баха, Моцарта, Шостаковича, и, соответственно, у него уже нет шанса вернуться к той классической академической манере исполнения. С кино не работает та же концепция? Шансы всегда есть, во-первых, потому что есть универсальные фильмы, которые смотрели, там, список «Спастили до Уврайна». Это яркое кино, снято с голливудским размахом, при этом с трагедией, то есть это такое кино вне времени, и любой его смотрит сейчас с интересом, потому что там и драматургия, и драма, и трагедия, и победа. Мне сложно сказать. Какие эмоции, на ваш взгляд, должны оставлять военные фильмы? Наверное, если мы говорим о разных возрастных категориях, то это по-разному, может быть и нет, но вот как вам кажется, это чувство гордости или, может быть, более глубокое осмысление, может быть, ощущение трагизма? Что должно происходить со зрителем после того, как он выходит, например, из кинотеатра или заканчивает просмотр фильма о войне? Сложно сказать. Главное, что есть эмоция, человек зацепила, и я думаю, что какая-то гордость должна быть как минимум. Главное, чтобы не было так, как было со мной, когда мы в 90-е годы смотрели фильмы про Брюсли и выходили на улицы, кричали «Кия!» и размахивали руками и ногами. Аналогичные истории. Героические фильмы про бедного рыцаря с каратиста и так далее. Эмоции это... Чтобы эта эмоция родила вопрос к родителям, про дедушку, про бабушку, про прадедушку. Чтобы интерес к самому себе возник, ребята. Что касается попытки обойти может быть какие-то табуированные вопросы, потому что когда я смотрел Бондарчука «Сталинград», я после этого нашел совершенно случайно, хотя это известный фильм 90-х годов, немецкий фильм «Сталинграда», о том, как просто растворялась личность немецких солдат, и как они просто сходили с ума в этой бойне. Это был взгляд с другой стороны на «Сталинградскую битву». Есть ли табу, можно ли в искусстве сегодня, когда мы говорим о войне, поднимать темы другой стороны, темы трагедии другой стороны, и как-то ее тоже осмыслять, или все-таки это табуированная достаточно тема? Не можно, а нужно. Во-первых. Аудитория это приняет, скажем так. Да, потому что, знаете, я снимал «Каной» «Пику-17», а источник моего «Вдохновение», «Вдохновение», «Вдохновение» был фильм «Датбут», «Лодка», немецкий, где рассказывается про подводника, все снято в подводной лодке, про... Я не испытывал к нему чувства как к врагу, я с ним переживал его личную трагедию, и мне это дало некий объем понимания происходящего. Надо обязательно в том... Вы знаете, безумие, когда, посмотрев какой-то фильм, дети или подростки начнут считать немцев врагами. то есть, вы заметили, в Брестской крепости у меня практически нет немцев. Там трагедия, люди, война внутри них. Ну, мир стала война, и что каждый делает? потому что там тоже не все так просто было, и не все немцы фашисты, и не все фашисты фашисты, ну и так далее. Я ни в коем мере не оправдываю, не хочу, но всегда стараюсь взглянуть на ситуацию с двух сторон. Я однажды ехал в поезде с одним немцем, режиссер, вот мы что-то разговорились, и у меня дедушка воевал, у него дедушка с другой стороны, и он я спрашиваю, ну и как ты вообще себя чувствуешь, у тебя есть чувство вины, вот это врожденное, как нам как вообще нет. Я лично отвечаю только за тех, кого я вырос и кого я воспитываю. Я не могу отвечать за своих родителей, я их все равно люблю. Такой был ответ, и я понял, что важно, чтобы мы сами не рождали эту войну, в том числе и в такой яркой, когда мы пропагандируем очень часто вот это давайте повторим, это безумие. Но нет ли здесь риска быть непонятым своей аудитории, потому что Павел Лунгин, который был у нас в эфире, мы с ним говорили о фильме «Братство», где он показал изнанку афганской войны и показал ее без героизации советских солдат, и во многом он был непонят и непринят даже аудитории, потому что этот фильм не получил большого успеха, и там еще были разные заявления от ветеранских организаций. Есть ли этот страх у режиссеров сегодня показать, может быть, не мифологизированную, какую-то нелакированную правду и быть непонятым при этом, как вы считаете? Ну, всегда хочется, чтобы тебя поняли, чтобы было все хорошо, чтобы ты получил всякие фестивальные награды, обласкан критиками и так далее, но если идти по этому пути, это бессмысленно. Я думаю, что Павел Семенович еще рад, что он снял кино именно такое и именно так, с такой точки зрения. В этом смысле фильм останется, а критика по отношению к этому фильму и о ней никто не вспомнит. Нет, я думаю, что думать об этом бессмысленно. Это надо, значит, снимать кино для критиков. Ну, для тех, кто угодить всем невозможно. Вот что я скажу. Это точно. Ну, а фильм может ли быть и должен ли быть? Должны ли у режиссера быть такие задачи сделать фильм искуплением, искуплением народа, той боли, которую народ пережил в это время? Вы знаете, режиссер, он эгоист, я про себя говорю, он, я, предположим, я не могу снимать кино про искупление народа. Я снимаю про себя и про своего там, дедушку, который воевал, это моя личная дань памяти. А вот фильм про, ну, как бы, простите нас, либо помяните нас, либо, ну, вообще, военное кино должно быть личным. Ну, то есть, это ошибка. Погибло не 20, когда говорят 20 миллионов, это не так страшно, когда ты знаешь, что погиб твой дедушка, предположим. Ну, понимаете, чем я говорю. это вообще, да, это много, ты не можешь себе представить, но ты его не знаешь, кто это. А когда ты знаешь, и в голове у тебя абсолютно там, мой дедушка пошел добровольцем мстить за погибшего брата. И для меня все кино становится про это. Это не может быть неизвестной историей. Все остальное, это, ну, просто тупо. Ну, ведь в спасении рядового Райана как раз, это даже не метафора, хотя в этом есть, на мой взгляд, определенный символизм. Они переводят статистику в режим личного, когда решают спасать Райана именно потому, что мать потеряла, если не ошибаюсь, он был третьим сыном, и двоих она уже потеряла, и третьего могла четвертым. И в этом как раз был такой очень классический перевод со статистики общего числа на личную историю. То есть, это то, о чем вы сейчас говорите, как я так шифрую. Это тема уникальная, потому что у нас такого невозможно, я думаю. Но если бы у нас вот так вот, конечно, ну, я не хочу сейчас ничего сравнивать, да и не буду, но это уникальный пример, когда Израиль освобождает одного пленного, ну, обменивает одного пленного на, там, тысячу террористов. Это очень странно, но это происходит. Ну, когда американцы, я думаю, что это реальная история, кстати, я просто не задумывал сделать спасение жидового района. Если бы такие, ну, истории, это было бы круто. Но ведь еще одна история, которую можно перевести с локального на глобальное, но это тоже про это, это Дюнкерк, это уникальная операция спасения британской армии, которую осуществил Черчилль, и Нолан ведь снял гениальное кино на эту тему. Вот, кстати, смотрели его? Смотрел, но я считаю, что к этой операции это кино не имеет никакого отношения. То есть это было личное проект Нолана? Как бы, оно настолько Нолановское и про Нолана, и про его способ съемки, и про его видение. Операция сама по себе была, она ближе была к мясорубке. Там это просто, это очень художественно, очень красиво, и это гениально. По-своему, может, принять, не принять, но это кино останется. Но я не уверен, что это кино посвящено сто процентов этому событию. Ведь там, опять же, считывая на субъективном уровне, как часто это бывает со зрителем и кинематографической работой, видишь, как хорошо прослеживается у Нолана тема одиночества, тема оторванности, тема того, что солдат на войне всегда одинок. И даже если ты в армии, ты все равно одинок. Это вообще про войну история. Да, что он делает, это про войну, про человека на войне, про одиночество человека на войне. И Брестская крепость, это ведь тоже про одиночество человека на войне, кстати. Брошенные, забытые, в какой-то степени проклятые даже, наверное. Да, так и есть, потому что там была такая история, это все, ведь книгу Смирнов ему смог издать только при Хрущеве. Нарислава была в 57-м, а вы издану в 64-м, когда вдруг понадобилось, ведь все, кто выжил в Брестской крепости, они либо, они все были в плену, ну, все, кто выжил, а все побывавшие в предлу были предатели. И только благодаря, как ни странно, Хрущеву с 20-летию окончания там, ну, практически, там, войны решили все пересмотреть дедактрину. И вышла эта книга, и это был разорвавшийся бомб. Главного героя Гаврилова, который работал сторожем в Казани, он прятался от Смирнова, потому что боялся, что за ним пришли, потому что он думал, что опять, вместо того, ну, что он предатель, они все, кто выжили, были, как бы... Да, они находились на оккупированных территориях, это было... и в этом смысле, конечно, такое было публичное одиночество, да. Но это то, о чем писал Солженицын в одном дне Ивана Денисовича, ведь он тоже оказался в тюрьме, оказался там на 10 лет именно потому, что оказался на оккупированной территории. Да. У нас есть звонок, радиослушатель с нами на линии, хочет что-то спросить. Здравствуйте, мы вас слушаем. День добрый, Александр, меня зовут. Да, Александр. Знаете, вы упомянули историю Капрала Шалита, сказали, что это удивительно, а меня совсем это не удивило. У вас будет какой-то вопрос? Да. Вопрос немного об этой истории, если позволите. Я думаю, что евреи освободили бы даже не тысячи, а десять тысяч террористов в обмен на этого одного Капрала, потому что, чтобы и солдат знал, что за ним стоит держава, понимаете, что один за всех и все за одного, а без этого страна просто в таком окружении не выстоит. Поэтому ну, я просто был в восторге, честное слово, снимаю шляпу перед этим народом. Могли объявить его врагом народа, как это делается. Да, спасибо вам. Ну, вот это реплика нашего слушателя. К сказанному вами, да. Без вопросов. Прокомментируете? Нет. Я везде свои как бы доктрины. Потому что так и было. Я не хочу влезать глубоко, потому что выпущенные террористы, они не принесут ли больше вреда. Но это вообще другая история. Я просто мы пришли к этой истории из-за спасти рядового Райна. тогда... И сейчас звонок примем, у нас немного времени остается. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Константин. Немножко веселит меня, когда штатские, гражданские люди рассуждают об армии, об одиночестве. Да, задавайте вопрос, Константин, в интерактиве можно будет высказать. Я задам вопрос. Зачем снимается кино о стучных несчастных случаях и игнорируется массовое братство и массовое единство солдат в тяжелых полевых условиях, когда они несут друг друга на себе, но муссируется и пережевывается вот эти вот сопли и слюни смешные для человека, да еще, что такое армия. Спасибо. Спасибо вам. Вот комментарий. Это сложно комментировать, но фильм «Братство», я думаю, что радиослушателю надо посмотреть Семена Лунгина, там как раз про братство. Мне сложно отвечать за всех и я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну что ж, время нашей программы уже подошло к концу. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир. Реджиссер Александр Кот был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.